МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этих словах выдающегося русского философа Ивана Александровича Ильина заключена суровая правда о той действительности, которая разверзлась перед русским народом с первого дня нападения гитлеровской Германии. Мог ли наш народ умолкнуть в скорби и умыть руки в борьбе двух тиранов? Сегодня можно со всей определенностью сказать, нет, русский народ не мог стоять в стороне от кровавой схватки с нацизмом. Наши родные злодеи уже были привычны, обыденны по сравнению с мировым злом, которое в 1941 году олицетворял Гитлер. Какое значение может иметь современная дискуссия о том, опередил ли своей агрессией Гитлер Сталина или нет? Советский Союз по сути своей был агрессивной державой, всегда и везде ожидавшей своего часа для установления так называемой и очень мифической диктатуры пролетариата. Превентивной ли была война или агрессивной? Да хотя бы и то и другой. В любом случае русскому народу грозило уничтожение. Все же в Советском Союзе не обсуждалась проблема, надо ли истребить немецкий народ целиком, или постепенно его русифицировать под марсидским соусом. Не обсуждалось и как прекратить рождаемость немецкого народа, или как уморить его голодом. Не обсуждалось, кого расцеливать в первую очередь, а кого во вторую. А в гитлеровской Германии физическому уничтожению русского народа было посвящено немало политических совещаний, научных конференций, изданы десятки зловещих секретных документов. И потому у русского народа ни в первую неделю, ни в последующие месяцы и годы кровавой, истребительной, непосильной войны не было другого выхода, кроме беспощадной борьбы против самой мрачной и страшной доктрины, против теории и практики германского нацизма. Но в массовом сознании народа этот неизбежный вывод созрел далеко не сразу. КОНЕЦ От моря Баренцева до моря Черного развернулись сражения Советско-Германского фронта. Так обычно было принято описывать первую неделю войны на Востоке. На самом деле это не совсем так. Ожесточенные бои происходили только на направлениях главных ударов, которые наносили германские армии. И за счет концентрации войск и массирования ударов Вермахт получил очевидные преимущества. Например, пока Советская 4-я армия подвергалась яростным ударам танковой группы Гудериана и 4-й полевой германской армии, соседняя 10-я Советская армия безропотно продолжала стоять в Белостокском выступе и уже через несколько дней войны оказалась в глубоком окружении. Определенная доля вины, конечно, лежит на командующем 10-й армии генерале Голубеве. Но главная беда была в том, что, готовясь к войне на чужой территории и не получая никаких приказов от командующего фронтом генерала армии Павлова, советские командармы боялись самостоятельных решений, связанных с маневрированием и отступлением. И потому хорошо вооруженные, кадровые 10-я и 3-я Советские армии в Белостокском выступе не сыграли никакой значительной роли и были окружены в самом начале боевых действий. На второй день войны Сталин и руководители Наркомата обороны ощущали себя людьми с плотно завязанными глазами. Командующие Северо-Западным и Западным фронтами не могли сообщить ничего реального со своих театров военных действий. У высшего советского руководства все еще сохранялись иллюзии относительно начала Большой войны. Они ведь знали о гигантских цифрах танков, орудий и самолетов, количественном превосходстве Красной Армии и надеялись с помощью количества удержать инициативу в своих руках. О том, что к вечеру 23 июня отдельные ударные подвижные соединения вермахта преодолели уже до сотни километров к востоку в Москве еще не знали. По предложению Сталина была образована ставка главного командования председателем которой назначили Тимошенко а членами ставки Сталина, Жукова, Молотова, Лорошилова, Буденного и адмирала Кузнецова. Конечно, ни о каком лидерстве Семена Тимошенко не могло быть и речи. Он не принял ни одного самостоятельного решения. Первое и последнее слово всегда оставалось за Сталиным. Вермахту в первую неделю восточной кампании удалось воплотить в жизнь основные и слагаемые близ Крига как в Польше, как во Франции, как в Греции и Югославии. В тылу Красной Армии уже в первые дни действовали диверсионные германские отряды. На аэродромах была разгромлена советская авиация как в Польше, как во Франции. Танковые группы немцев, сконцентрированные на участках главных ударов, не встретили заранее подготовленной обороны и быстро вырвались на оперативный простор. Как в Польше, как во Франции. Наступающие германские соединения умело координировали действия пехоты, танков и авиации. Как в Польше, как во Франции. Но под победными фанфарами начального периода Восточной войны наиболее внимательные германцы услышали глухие раскаты совсем другого звучания и содержания. В безнадежных ситуациях, уступая порой в технике и в умении, советские летчики таранили вражеские мессеры и юнкерсы. В жестоких штыковых атаках германский солдат впервые увидел противника презирающего смерть. В первые страшные дни войны в действиях русских было мало смысла, но зато много мужества. Начальник германского генерального штаба сухопутных войск генерал Гальдер 24 июня записал в дневнике В общем, теперь стало ясно, что русские не думают об отступлении, а напротив, бросают все, что имеют в своем распоряжении навстречу вклинившимся к германским войскам. При этом верховное командование противника, видимо, совершенно не участвует в руководстве операциями войск. Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен. Не как в Польше, не так, как во Франции. Информационная блокада советского руководства усугублялась еще и тем, что в первую неделю войны в Германии было решено не публиковать никаких сводок с восточных фронтов. Немецкое радио не сообщало ни о направлениях главных ударов, ни о захваченных трофеях и городах. Интересно, чем отличается профессиональный немецкий офицер, полковник, командир артиллерийской бригады от русского прапорщика, призванного из запаса и назначенного командовать 2-оочередной резервной ротой? На этот вопрос мы можем ответить, взглянув на события, которые развивались в течение первой недели войны в Прибалтике. Генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лейб во время Первой мировой войны был полковником и командиром артиллерийской бригады, а командовавший войсками Прибалтийского особого военного округа генерал-полковник Кузнецов, прапорщиком военного времени и командиром резервной роты. По живой силе Кузнецов уступал фон Лейбу, но зато имел почти двоекратное превосходство по танкам авиации. Правда, это превосходство было сведено на нет, потому что в первый же день войны практически вся авиация Прибалтийского особого военного округа была уничтожена на своих аэродромах. Очень важным отличительным моментом в ходе боевых действий в Прибалтике было то обстоятельство, что войска фон Лейба встретили активную поддержку со стороны местного населения, в первую очередь литовцев и латышей. Так, например, Каунас, древняя столица Литвы, был освобожден литовскими повстанцами из подпольного фронта литовских активистов уже 26 июня, еще до того, как в этот город вступили мотоциклисты передовых частей вермахта. А 30 июня, когда немецкие танки подошли к Риге, немцев радостно встречали рижане, включая немногочисленных русских эмигрантов, с ужасом вспоминавших первый советский год. Самым ярким штрихом компании фон Лейба в Прибалтике стал стремительный бросок 56-го танкового корпуса под командованием знаменитого Манштейна, который преодолел в кратчайший срок 300 километров и сходу захватил два стратегических важных моста через Двину в районе Даугавпилса. Это была совершенно новая тактика и способ ведения войны. 23 июня армии советских фронтов начали подготовку к немедленным контрударам согласно директиве номер 3 наркома обороны маршала Тимошенко. Эти поспешные, плохо организованные наступления привели наши войска к большим потерям и неудачам. Механизированные корпуса один за другим вступали в бои сходу, не успев сосредоточиться под непрерывным давлением вражеской авиации. Например, 9-й корпус генерал-майора Константина Рокоссовского перед контрударом должен был совершить более чем 200-километровый форсированный марш, потеряв на нем едва ли не половину боевых машин. 21-й мехкорпус Северо-Западного фронта генерала Дмитрия Лилюшенко наносил контрудар утром 29 июня, имея в своем составе 98 танков. К вечеру этого же дня в корпусе осталось всего 7 танков. Неудивительно, что при таких потерях и в других советских частях и соединениях немецкие войска уже в начале июля вступили в пределы Псковской области. 23 июня войну Советскому Союзу объявила Словакия. 26 июня на стороне Германии выступила Финляндия. 27 июня Венгрия начала военные действия против Советского Юго-Западного фронта. В большинстве европейских стран, от Испании до Норвегии и Дании, прошли митинги в поддержку германской агрессии и запись добровольцев, желающих сражаться вместе с вермахтом против большевистской России. Геббельс объявил крестовый поход против России, а начальные победы германских войск вызвали у европейских ландскнехтов немедленное желание примкнуть к ним. Бойцы литовской самообороны при подстрекательстве нацистских освободителей 25 июня организовали в Каунасе еврейский погром. 24 июня для информации и освещения войны Советского Союза было создано Совинформбюро, во главе которого был поставлен секретарь ЦК партии Московского горкома Александр Щербаков. Первые радиосообщения были очень далеки от действительности. Например, 27 июня Советское радио сообщило о том, что в течение 26 июня на Минском направлении наши войска были бой с просочившимися танковыми частями противника. На самом деле танковые группы Гудериана и Гота прорывались навстречу друг другу, чтобы уже через день окружить в районе Минска несколько советских армий. Советское руководство в условиях информационной блокады провело целый ряд мероприятий, которые оказались и своевременными, и дальновидными. 24 июня был создан Совет по эвакуации, который возглавили Николай Шверник, Алексей Косыгин и Михаил Первухин. Главной задачей Совета стала эвакуация важнейших промышленных предприятий из западных областей страны на Урал и в Сибирь. 25 июня на Центральном направлении Ставка создала резервный фронт во главе с маршалом Будемгем. 29 июня Центральный комитет ВКПБ объявил о Великой Отечественной войне советского народа против гитлеровских захватчиков. 30 июня Сталин назначен председателем ГКО, Государственного комитета обороны. ГКО стал Верховным органом управления страной в годы войны. В состав ГКО вошли Молотов, Ворошилов, Маленков, Берия. На перроне Белорусского вокзала 26 июня на проводах, уходящих на фронт воинских частей, впервые прозвучала великая песня «Вставай, страна огромная». Композитор Александр Александров написал ее на стихи Василия Лебедева-Кумача. Эта песня как бронебойный снаряд, как источник силы и мужества, животворный и организующий. Однажды услышав ее, уже никогда не забыть. Такие песни и сами выходят на поле боя, и ни сел, ни городов не сдают. 27 июня в Ленинграде началось формирование дивизии народного ополчения. Ополченцы, рабочие и студенты, ученые и служащие выполнят свой гражданский долг в самые трагические месяцы войны, когда кадровая армия прогнется после первых ударов вермахта и заметно уменьшится в своем составе. Первый признак беспощадной народной войны против гитлеровских захватчиков. Не все ополченцы были добровольцами, как у нас было принято писать. Часть из них отлавливались в магазинах и на улицах специальными патрулями, но не это важно. Мало кто из ополченцев первого призыва остался в живых. Но их жертва, дорогой ценой, помогла выиграть сначала время, а потом и битвы под Москвой и Ленинградом. Не обошлось и без типичного для большевизма закручивания гаек на шее собственного народа. Без террора по отношению к беззащитным, правовом отношении гражданам. В тюрьмах, оставляемых врагу городов, поспешно расстреливались заключенные. Немецкие пропагандисты немедленно этим пользовались, демонстрируя на весь мир трупы в тюрьмах Каунаса и Риги. Геббельсовская пропаганда, скажете вы. Да, Геббельсовская, но, увы, правда. Особенно страшная картина многочисленных бессудных убийств открылась в камерах большой рижской тюрьмы. Народный комиссар государственной безопасности Всеволод Меркулов издал 28 июня приказ о порядке привлечения к ответственности изменников Родины и членов их семей. В приказе не было даже уточнений, кого именно считать членами семей изменников Родины. Очевидно, что документ нужен был для устрашения и очередного набора бесплатной рабочей силы. Гитлер в эти успешные дни тотального наступления часто предавался безудержным мечтам о светлом будущем тысячелетнего Третьего Рейха. Фюрер сам себе противоречил, заявляя, что сначала надо взять в клещи Москву. Потом убеждал свое окружение, что Киев и плодородная Украина ему нужнее. А 30 июня определил тактическую цель совершенно по-новому. Задача овладения Финским заливом является первостепенной, так как после ликвидации русского флота станет возможным свободное плавание по Балтийскому морю и подвоз шведской железной руды. Занять Москву мы сможем только в августе. 30 июня начальник германского генерального штаба отмечал свой день рождения. Генералу Гальдеру исполнилось 57 лет. После поздравлений Гальдер направился в ставку фюрера с докладом, где прежде всего отметил, что напряженная обстановка на южном фланге советско-германского фронта разрядилась. Германский стратег имел в виду величайшее танковое сражение, которое развернулось в полосе наступления группы армии Юг. С обеих сторон в нем участвовало более 2,5 тысяч танков. Да, в результате контрударов советских механизированных корпусов для наступавшей первой танковой группы Клейста в первую неделю войны несколько раз создавалось критическое положение. Но, увы, не более того. Громадное число советских танков было бездарно потеряно без боя. Начальник генерального штаба Красной Армии Георгий Жуков, который тогда был командирован на Юго-Западный фронт, в мемуарах давал положительную оценку контрударам советских 6 механизированных корпусов. Ведь в результате именно этих действий наших войск на Украине, писал Жуков, был сорван в самом начале вражеский план стремительного прорыва к Киеву. В действительности результат был обратный. Именно после потери более полутора тысяч танков в контрударах в районе Броды, Дубна, вермахт начал стремительно продвигаться по Украине. Генерал Рокоссовский, командовавший тогда одним из этих корпусов, девятым механизированным, вспоминал об этих контрударах совсем иначе, чем Жуков. Рокоссовский отмечал, что механизированным корпусам не дали сосредоточиться, что половина танков вышла из строя на марше или была выбита штурмовой авиацией немцев. В штабе командующего Юго-Западным фронтом генерала Михаила Кирпоноса хорошо понимали неподготовленность контрударов, за исключением члена Военного Совета фронта Николая Вашугина, который не мог представить себе, что инициатива находится у врага. Уже к вечеру, 26 июня, механизированные корпуса понесли катастрофические потери. 27 июня застрелился член Военного Совета Вашугин. Суровая реальность не вписалась в его иллюзии. В итоге, вместо преимущества в танках, Юго-Западный фронт стал испытывать их недостаток. Вот чему так радовался генерал Гальдер в свой день рождения – разгрому танковых войск Юго-Западного фронта. Именно это предопределило судьбу Киева. Посмотрим теперь на то, какую реакцию вызвало начало германо-советской войны в Соединенных Штатах Америки. Президент Рузвельт уже 24 июня заявил, что считает войну Советского Союза справедливой, освободительной, и его страна будет всячески помогать России. Но среди американских политиков популярными были и другие мнения. В тот же день, 24 июня, сенатор Трумэн выступил со своим печально известным афоризмом «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России. А если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии. И таким образом пусть они убивают как можно больше». Конечно, цинизм этого высказывания очевиден, а за цинизмом прячется обычное для американского политика стремление к мировому господству Соединенных Штатов. Но если мы вспомним неизвестную широким массам речь Сталина на заседании Политбюро 19 августа 1939 года, то в ней услышим нечто очень похожее на циничный подход Трумэна. Товарищи, сказал в заключении своей речи Сталин, «В интересах СССР, родины трудящихся, чтобы война разразилась между рейхом и капиталистическим англо-французским блоком, нужно сделать все, чтобы эта война длилась как можно больше в целях изнурения двух сторон. Именно по этой причине мы должны согласиться на заключение пакта, предложенного Германией, и работать над тем, чтобы война, объявленная однажды, продлилась максимальное количество времени». Генеральный секретарь выражается, конечно, изящнее американского сенатора. Он говорит об изнурении двух сторон, тогда как Трумэн ляпает совершенно откровенно. «Пусть убивают друг друга». Как видите, люди с кровавым размахом очень похожи. Дело только в том, что один из них наш с вами, а Трумэн чужой, его мы за это и осуждаем. Интересно, что Гитлер полагал, что нападение на СССР приведет к улучшению отношений Германии с Америкой и даже Великобританией. В конце июня фюрер издал закон о преемственности власти в условиях войны. Своим наследником он назначил рейхсмаршала Германа Геринга. В эти же июньские дни Министерство иностранных дел Германии обратилась к Японии с официальной просьбой начать войну против СССР на Дальнем Востоке. Был ли заговор против Сталина в конце первой недели Великой Отечественной войны? Эта версия часто фигурирует в средствах массовой информации в последнее время, и она не имеет ничего общего с реальностью. По ныне опубликованным воспоминаниям Анастаса Микояна мы знаем, что 29 июня 1941 года Ворошилов, Маленков, Молотов, Берия, Сталин и Микоян прибыли в Наркомат обороны. Сталин мечтал услышать подробный доклад о положении дел на фронте, но ни Тимошенко, ни Жуков не могли сообщить ничего вразумительного. В конце концов фразы «не могу знать, трудно объяснить, по нашим предположениям достоверно не установлено, точных данных не имеем» взорвали Сталина, который достаточно в грубой и резкой форме обвинил в профессиональной некомпетентности начальника генерального штаба Красной Армии. Жуков сплеснул руками, зарыдал и выбежал из комнаты. Молотов пошел за ним успокаивать плачущего начальника генерального штаба, и Жуков вернулся назад через некоторое время с красными от слез глазами. Какой уж тут заговор! Последний день июня в Германии вышел в радиоэфир первый информационный выпуск. Сводка о девяти днях войны против Советского Союза. Дикторы немецкого радио захлебывались от восторгов. Захвачены Минск и Каунас, Бобруйск и Либава, Брестск и Львов, Гродно и Вильнюс, Белосток и Баранович и Пинск и Броды. Советская авиация уничтожена на аэродромах. Потери боевых воздушных машинок орут решающее влияние в предстоящих сражениях. В Белоруссии наступающие германские армии и танковые группы окружили несколько советских армий. Войска в котлах методично и последовательно уничтожаются. И далее в первой германской сводке цифры трофеев и пленных с очень небольшой долей преувеличения. Финляндия после объявления войны СССР немедленно начала осаду полуострова Ханка, арендованного Советским Союзом после Зимней войны. В планах маршала Маннергейма значилось и наступление на Карельском перешейке, но только до рубежа реки Сестры, оставленного финнами в сороковом году. На Ханка оборонялся гарнизон под командованием генерал-майора Сергея Кабанова. Финские атаки были отражены хорошо организованной обороной. Большие потери финские части понесли в первых же боях. Защитники Ханка показали, как хорошо выстроенная стойкая оборона, даже при внезапном нападении, способна поставить неприятеля на место. К исходу первой недели войны против Советского Союза оптимизм среди руководителей Третьего Рейха подавлял все разумные чувства. Вермахт накануне новых триумфов. Это убеждение было всеобщим в гитлеровской ставке. Английские и американские военные деятели также пессимистично оценивали положение дел на Востоке. Они считали, что Красная Армия сопротивляться сможет недолго, от четырех недель до трех месяцев. Но были среди будущих союзников Советской России и два неисправимых оптимиста. К счастью для нас, их звали Оинстон Черчилль и Франклин Рузвельт. Премьер-министр Великобритании и президент Соединенных Штатов были уверены, что сопротивление русских будет упорным и долгим. Да, в первые дни войны против гитлеровской Германии мы понесли невосполнимые потери. Невосполнимые потому, что в условиях хаоса, неразберихи, нераспорядительности и паники погибают всегда самые лучшие, самые храбрые, самые стойкие и умелые. Те, кто не бежит с поля боя, а держится до последнего и погибает, хотя бы на полчаса задержав бронированный каток германского вермахта. А потом эти минуты, вырванные у врага в крепости и в чистом поле, на дороге и в окопе, начнут соединяться в дни и месяцы и позволят Советской России удержаться на краю пропасти. Прижатые к стене мы обретаем точку опоры. Закон русской пружины. Закон русской пружины.